Девушки отдыхают Добрый день. Вы к нам, да? Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Посаживайтесь. А у нас вообще-то не разрешается... А нам позвонили, сказали, что можно. Мы же это все в интернет выставляем. Не переживайте. Иначе вам поближе на нас сесть. Да. Я похвалал. Еще раз. Еще раз. Я взял предложенность, а мы приехали. На хоме нас показали. Очень приятно играть и тихо на вечер. Так, суть вот в чем заключается. Саживайтесь, пожалуйста. А я там. Белославская. Так, Акатюминская. Я православный проповедник. У меня очень много приходилось преподавать в университете, это и за границей. Я начальник детского лагеря, слава богу. Мы всегда строим православные деревья. То есть у нас очень обжигает люди здесь. И мне Господь позволил издать 38 книг. Я написал во всей библиотеке. Ну вот, ваш ответ в Тюменской библиотеке. Так. Так. Ну, я принял решение подарить. И поэтому мы проехали. Вот, чтобы ознакомить вас, что это не экстремистская литература. Вот вчера ты как бы его посчитаешь? Это храм на крови. Это сугубо православное уже. Вот это центральная библиотека страны Ленина в Москве. Это храма Берсеневка прямо рядом. Знаете, да. Показать кое-что. Вот тут президентская библиотека. Значит, ну, Самара. Это все самые, которые есть. Самые центральные библиотеки мы проехали, подарили. И с этим желанием мы имели с к вам подарить вам. Что здесь есть? Это вот, как говорится, книги все новые. А там вот здесь с толкованием. Первые трехтомник. Вообще за 2000 лет первые. Даже с откровением. Ну, и дальше 30 томов. Книги все новые. На все одни бумаги. Ну, последнее переиздание. Пост на подарок Тереву, Патриарху, Медведеву и Путина. И показали по телевидению и библиотеке. 12-й, конечно. Вот. Это последний вот такой ахт. Какая-то Татарстана. Я просто понимаю, что это большой труд. Да, ну, это труд. Большой труд сделали, а теперь еще и нам всем дарите. И мы конкретно по каждому делу. Если взять общий рефреном, то лозунг такой, Россия должна встать. И мы это делаем. Ну, ясно, что никакой выгоды. Мы только дарим. Чтобы люди могли понять, поверить, что можно начинать делать. И именно вот в этом положении, как он у нас сегодня. Сегодня видите, как руки опускаются. Вчера говорили, там, китайцы как работают, а наши вообще ничего не хотят делать. Вот, когда ночью забрались, перерубили капусту, арбузы с землей смешали. Разве человек русский так поступал? Дмитрий Иванович Менделеев, вот слово сказать, а недавно Комсомольская правда написал, если бы большевики не победили в 17-м году, нас бы было, россиян, сегодня 600 миллионов. И выкладки Менделеева. Ну, до 450 делись. Мы забыли, зачем мы живем на земле. Я был репрессирован. Неоднократно там все это есть. Теперь как? Ну, со всеми этими льготами просто показать вам. И это все описано. И не отчаивайтесь, не ожесточите. Вот посмотрите, пожалуйста. Это наша вот виситочка, оставим. Там все наши книги находятся на этом форуме сайте. 50 книгах у него насчитанных. Это Библия, 12 томов жития святых, 12 томов златоуста. То есть этого нигде больше нет, только на нашем сайте. Это все здесь и книги все. Готовы ли вы принять? Теперь я сейчас коротко покажу. Наша алтайская правда, это, как сказать, региональная, центральная. Такие большие статьи. Так, если ваше сердце расположено к нам так же, как наше к вам, мы готовы, подъехали мы уже рядом. То есть нам нужно разгрузиться где-то, передать это все, да? Да, то есть мы сразу отдаем. С вашей стороны требуется только исполнить две строчки. Поставить пищать. Одна бумага вам сейчас остается. С вашей стороны вот эти две строчки. Я поняла. Сейчас я приглашу только начальника отдела, который будет с вами заниматься, куда подъехать, как разгрузить, чтобы вам... А сейчас сходят, там привезут. Ну, пока привезут. Пошли. Там привезут.